Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР-ТВ в студии Ксения Каста и о главных событиях к этому часу. Они оказывали медицинскую помощь в условиях ЧАЭС и эпидемии. Между тем, научный центр имени Чумакова сообщил, что к началу августа завершатся доклинические испытания вакцины от коронавируса. И уже в начале следующего года планируется начать тестирование препарата на людях. Владимир Жириновский попросил в первую очередь обеспечить вакциной ЛДПР. Это вопрос политический. У нас скоро 30 лет, как мы живем в другой стране. Но все положительное делало только ЛДПР. Мы единственные встали на защиту ГКЧП. Не тех коммунистов, которые были в составе, а заявления поддержали. Сохранить страну. А что сделали коммунисты? Не поддержали. И в декабре ратифицировали Беловежские соглашения. То есть они разрушили нашу страну. И так дальше давайте пойдем вплоть до сегодняшнего дня. У нас Украина почему дымит? Почему Крым оказался на Украине? Почему Белоруссия оказалась независимой? Прибалтика. Это же они все сделали. Поэтому очень много ошибок, преступлений совершено этими людьми. И их отношение к поправкам в Конституцию. То есть они рады всему плохому. Даже возьмите такой момент. А вот если привязать к нашей позиции по поводу вакцины, так они не хотят применять индивидуальные средства защиты. Вот я наблюдаю зал. Зюганов маску не одевает. Перчатки не одевают. Подход к прессе. Не подходят 5-6 человек. Никто. Ни одного в маске с перчатками. Поэтому я исхожу из того, что ЛДПР борется по всем вопросам в интересах наших граждан. И я настаиваю, чтобы первые дозы вакцины, я думаю в августе уже могут дать, дали в первую очередь членам ЛДПР 300 тысяч членов партии, чтобы они получили. Они же будут раздавать безымянно. А вот КПРФ не надо давать. Потому что они 105 лет действуют так, что мы до сих пор чертыхаемся. До сих пор мучаемся. Вот сейчас Украине дадут новое оружие. Шарахнут они по ближайшим городам России на украинской границе. Кто виноват в этом? Вот они, КПРФ. Они же, так сказать, создали ситуацию, что Украина стала независимой. Вот из этого я исходил, когда предлагал, что я надеюсь, самую первую вакцину мне дадут. Потому что мы, как говорится, на страже государства стоим. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории России. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война. Кровопролитное сражение длилось более 1400 дней и завершилось 9 мая 1945 года полным разгромом фашистской Германии. В ходе войны погибли более 26 миллионов советских граждан. Владимир Жириновский напомнил также о людях, которые из-за политического строя вынуждены были сдаться в плен. 75 лет мы отмечаем победы. Великая победа. Но сколько предателей было и в наших рядах, так сказать. Это все те, кто не воспринимали коммунистическую идеологию. А их же оставляли. Это же миллионы людей. И они в плен сдавались. Первые две недели июля и июня 1941 года 3 миллиона сдались в плен. Это все были жители Западной Украины, Западной Белоруссии. Поэтому очень много. Ведь, поймите, вот статья есть нашего президента. Великолепная статья. Но ведь почему началась-то Вторая мировая война? Запад испугался новой, советской России. Они не поняли, что это такое. Собственность отбирают, церкви закрывают. Миллионы бегут из нашей страны. Миллионы. Не пять человек. Зверства, репрессии, разгул всего. И они начинают вкладывать деньги в Гитлера. А возьмите ошибку Сталина, когда после выбора в 1933 году, в январе, у коммунистов и социал-демократов в Германии было большинство. Если бы не было команды из Москвы не вступать в коалицию с немецкими социал-демократами, Гитлер вообще бы не пришел к власти. Команды из Москвы с социал-демократами в коалицию не вступать. Тогда Гитлер остается один. У него 33%. И ему поручает президент формировать правительство. Это вот тоже связано с КПСС. К другим новостям. Навязчивая реклама по телефону очень сильно раздражает россиян. Как правило, это микрофинансовые организации, которые навязывают абонентам банковские услуги. ЛДПР намерена положить подобной рекламе конец. Ну и был направлен депутатский запрос на имя Эльвира Набиулина и главы Центробанка России в предложении запретить микрофинансовым организациям, а также банкам, обзванивать наших граждан с какими-либо предложениями. Ну и в первую очередь данное предложение было направлено на борьбу с мошенниками. Количество мошенничеств, к сожалению, телефона в период пандемии увеличилось. Наши граждан обманывают, они теряют деньги. И в первую очередь данное предложение должно решить эту задачу. Ну и второе, людям просто надоедают с такими предложениями, с такими звонками. Более того, предложение зачастую выглядит очень привлекательно, на самом деле скрывая за собой огромные проценты, либо еще какой-то ущерб нанося нашим гражданам. Поэтому мы предлагаем все-таки запретить обзвон наших граждан от имени банков и микрофинансовых организаций, что сохранит их деньги и защитит их права и интересы. Пандемия коронавируса стала испытанием для бизнеса. Предприниматели говорят, что этот кризис самый серьезный за последние десятилетия. Компании по всей России перешли на удаленный режим работы, либо вовсе закрылись. В ЛДПР считают, что сегодня нужно приложить максимум усилий для того, чтобы пострадавшие предприниматели не потеряли вкус к своему делу и возродили бизнес. Понятно, что люди, особенно в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, они, когда были закрыты в своих квартирах, в четырех стенах, они соскучились. Не соскучились по общению, соскучились по возможности куда-то пойти, посидеть, встретиться с друзьями в прямом, в живом режиме общения. Поэтому это все понятно. Но при этом, при всем, еще раз повторяю, что бизнес эти два с половиной месяца, он стоял, он был закрыт. Есть компании социально ответственные, которые полностью сохранили свои рабочие коллективы и выплачивали бы им полностью, либо частично заработную плату, и государство им, безусловно, помогало. Но есть компании, которые не перенесли, не выдержали эти два с половиной месяца паузы, которые, видимо, и так находились на грани или не имели финансовой прочности и запаса, в связи с тем, что бизнес, может быть, шел нехорошо, или они только открылись, которые, безусловно, мы уже сегодня не увидим на рынке. И здесь вопрос к тому, чтобы эти предприниматели не потеряли вкус предпринимательской жилки. Это мы говорим о законопроекте о банкротстве, который сегодня, безусловно, будет пересматриваться, чтобы люди, которые обанкротились в период пандемии, которые закрыли свои предприятия, не имели так называемой технической паузы три года, а могли сразу вернуться и создавать либо похожий бизнес, либо попробовать себя в чем-то другом. Но вот эти вот выпадающие два с половиной месяца и последующие месяца, которые говорят не только о малом и среднем бизнесе, но и о крупном, это и железнодорожные перевозки, и авиаперевозки, и туризм, это, в общем-то, все восстанавливается будет достаточно небыстро. Тем более, как мы понимаем, летний сезон туристической отрасли практически потеряла. Это время, когда у Лии приходится основная масса отпусков, это где в связи с географией и климатом работают наши туристические кластеры, это я имею в виду и Крым, и Краснодарский край, и многие другие регионы России, куда люди в связи с ограничениями и невозможностью не поедут. Но узко всему надо понимать, что люди проели так называемые отпускные, потому что деньги, которые они копили, ты сидишь дома, и, с одной стороны, ты дистанционно, может быть, работаешь, но деньги тратятся, и платить надо, и за интернет, и квартплату, и за продукты, и за лекарства, кому необходимо. Поэтому, безусловно, у людей меньше стало накоплений, и меньше возможности поехать куда-либо в отпуск. Продолжение темы. Гагаринский район Смоленской области славится лучшим в России промышленным комплексом, который специализируется на производстве мясокроликов. Недавно на предприятии был запущен новый цех, это увеличило производство в три раза. В ходе рабочей поездки глава региона Алексей Островский побывал на производстве. Компания Крол ИК – один из крупнейших производителей мясокролика в России. Маточное стадо, порядка 18 тысяч голов, объемы производства более тысячи тонн мясной продукции в год. Производство расположено в деревне Клушенко Гагаринского района. Предприятие суперсовременное, с собственным комбикормовым заводом, лабораторией репродуктором, цехом переработки, обширным автопарком. Животные содержатся в крольчатниках европейского класса, где автоматизированы все процессы. Для комфорта кроликов даже музыка играет. В ходе экскурсии по предприятию Алексею Островскому продемонстрировали реконструированный цех, который начал работу на прошлой неделе. Его площадь расширена почти на треть. Теперь она составляет полторы тысячи квадратных метров. А мощности по убой и переработке возросли с 250 до 1000 голов в час. Компания планирует увеличить и ассортимент продукции. Ассортимент у нас порядка был 35 позиций. Сейчас у нас есть возможность, мы увеличиваем более чем 70 позиций у нас выявляется. Это вот пельменная линия, она хотя и небольшая. Два раза в такой скачок. Да. То есть она 700 килограмм в час делает пельмени, чебуреки. Значит, у нас будут колбасы, пельчины, сосиски. У нас будет линейка, детское питание. Продукция пользуется большим спросом у покупателей, потому компания расширяет производство. В настоящее время ведется строительство крыльководческой фермы второй очереди. Губернатор всецело поддержал этот проект. Спасибо огромное, конечно, за ту помощь, которую оказали, особенно в получении вот этого кредита в год. Потому что без этого, конечно, мы бы не смогли. А тут, конечно, огромная благодарность от нас, потому что действительно дело хорошее, большое. Любые отношения человеческие – это дорога с двухсторонним движением. Поэтому в данном случае мы помогаем предприятию. Предприятие помогает области, создает рабочие места, платит налоги. Поэтому не знаю, кто кому должен говорить спасибо. Я вам тоже говорю спасибо. Сегодня в компании «Кролыка» трудится 150 человек. Открытие новой производственной линии создаст еще 15 рабочих мест дополнительно. Что касается строительства кролиководческой фермы второй очереди, то проект предполагает возведение 14 ангаров для содержания порядка 17 тысяч голов кроликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова